Друзья, здравствуйте! Канал эстетической красоты и психологического здоровья приветствует вас! Сейчас мы займем немного вашего времени, буквально 10 минут. Ответим на накопившиеся вопросы, которые вы нам задаете. Сегодня мы рассмотрим оснащение массажного кабинета. Что должно быть в массажном кабинете, какой он должен быть по метражу, как должна стоять кушетка и остальные вещи, которые могут в нем находиться. Конечно, массажный кабинет должен быть уютным. Он должен располагать клиента на расслабление. Мы должны воздействовать на 5 органов чувств. То есть на зрение, на слух. Тактильно, как мастера мы воздействуем запах. Тепло тоже к тактильному относится и вкус. То есть можно клиенту предложить какой-нибудь вкусный чай перед массажем или после массажа. Или стакан воды, что он захочет с лимоном. Можно предлагать разные травяные чаи. Обязательно не должно быть яркого света. Это недопустимо при процедуре массажа для расслабления. Это не мануальная терапия. Все-таки массаж должен быть нейроседативный. Такой эффект оказывать обязательно. Даже полностью выключаю свет. Горят свечи. Выключаю здесь тоже полностью свет. То есть свечи, когда горят, этого достаточно. Тем более мастер работает. Да, ему может быть так не видно клиента, но это не нужно. На ощущениях работа протекает лучше. На всю только включаем. А то как в психбольнице он такой мерцающий цвет получается. Хочется сказать, что кабинет должен достаточно быть большим, чтобы мастер должен иметь место и пространство работать так, как ему будет удобно. Если мы работаем правильной техникой тела, то мы должны отходить от кушетки на достаточно большие расстояния. Кушетка лучше трехсегментарная. Здесь кушетка достаточно простая и дешевая. Она где-то сейчас стоит 45 тысяч. Ниже она, к сожалению, не опускается. Но тело клиента, то есть спина должна быть, чтобы мастер хорошо работал весом, на уровне руки мастера. Но, конечно, можно подстраиваться и под такие кушетки. Можно работать и на раскладных кушетках. Кстати, у нас здесь есть, как выбрать раскладную кушетку, если вы переезжаете от клиента к клиенту, работаете у себя на дому и вам неудобна стационарная кушетка. У меня большой опыт в этом и часто тоже, когда провожу обучение, раскладываю кушетки. С собой их удобно брать. Весит они по-разному. То есть, чем больше кушетка весит, по моему опыту, тем она более качественна. Кушетки лучше брать на металлических ножках, не на деревянных. Если вы массажист, то, конечно, чтобы отверстие было в кушетке. Кушетки, которые отверстие присоединяется, на определенных штырях вставляется сюда и голова на весу неудобно, потому что часто очень это все ломается. Когда голова на весу с присоединениями, плечи у клиента висят, они должны иметь упор. Вот такая кушетка стоит она, я ее покупала за 6500 рублей. Есть более дешевая, но это самая большая кушетка и по ширине, и по длине. Поэтому такая цена. На других сайтах дороже она. Чем она мне нравится? Смотрите, здесь очень легко все регулируется. Ножки достаточно приятные на ощупь, не зазубрен, нет ничего. Легко регуляция происходит. Она достаточно долго служит. Такая кушетка у меня одна 8 лет прослужила. Мы ее таскали везде, и по выставкам, и везде. На Интершар мы тоже такие кушетки берем. Будем в этом году тоже участвовать. Вот такая кушетка. Есть другие кушетки. Сейчас я покажу альтернативу, которые брать не стоит. Но они у нас тоже есть в арсенале. Это не я ее заказывала, просто так произошло по неопытности заказчика. Но тоже кажется красивой такая белая кушетка. Тоже она достаточно тяжелая. Как их переносить? Специальные чехлы продаются, как женщинам не привыкать, как женская сумочка. Такой чехол одевается и вешается на плечо. Очень легко переносить. Вот кушетка. Мне она не нравится, потому что у нас такая была еще одна кушетка и долго она не прослужила. Вес она большой не выдерживает, хотя указано, что она выдерживает большой вес. Она поломалась. Что с ней случилось? У нее порвался канат и его никак уже не сделаешь. Вот какое некачество. Сварка какая-то неаккуратная. Когда проводишь по ножке, чувствуется зазубренная. Эта штучка, которая регулирует вес, постоянно выпадает. Я не могу ее вставить, чтобы отрегулировать наклон кушетки. Приходится брать ручку, вдавливать ее туда или карандаш. Перемещать. Она цепляется. Иногда просто внутри залипает и ты не знаешь, что сделать. А клиент уже ждет или нужно быстрее. Такая кушетка неудобна, но мы ее используем до поры до времени, ждем пока она уже поломается. То есть не очень качественные бывают кушетки, а на самом деле она дороже, чем кушетка, которая качественная. Много альтернатив, но вот у этой кушетки достаточно приятная цена. То есть 1,90-1,70 см у нее ширина и стоит она 6500. Если вас заинтересовало, можете у нас заявки на сайте оставлять. Мы вам скинем сайт, где можно заказать не только кушетки, но и оборудование для массажного кабинета. Что еще должно быть в массажном кабинете? Должен быть определенный шкаф или стеллаж, чтобы полки были закрытыми некоторые. Для чего это нужно? Конечно, красиво можно косметику поставить, чтобы все было красиво, глаз клиента радовался. Но есть одноразка, где хранить продукцию. В кабинете работаю не только. Когда я ухожу, я свою продукцию закрываю на ключ. Это тоже удобно, чтобы в ящиках сделать замки. Большое количество одноразки и продукции хранится в ящиках. Простыни для обертывания, если ящики большие, там же и термоодеяло можно хранить, свечи, дезинфицирующие средства различные. Опять же антураж – это уже по вашему вкусу. Часы обязательно должны быть, чтобы наблюдать время и контролировать себя, когда вы делаете массаж, чтобы другие клиенты не ждали. Уже кто-то ставит цветы, кто-то вешает картины. Обязательно должен быть стул. Для чего? По той технике, по которой я работаю и еще работаю в косметологии, в массаже или в косметологии, мне важен стул, у которого амплитуда у него достаточно большая. Можно его сделать ниже, можно сделать его выше. Для чего? Когда я в конце делаю массаж головы, много у меня очень клиентов бывает за день, уже ножки устали в конце дня, хочется сесть. И это удобнее даже делать массаж головы и шейно-воротниковые зоны. Я могу стул опустить, поставить руки, локти, расслабиться и уже работать непосредственно пальцами. Это удобно. Если у меня будет просто стул высокий, мне делать это будет неудобно. Я его могу использовать также для массажа лица, делаю чуть выше. Обязательно должны быть полотенца. Некоторые говорят, как кабинет, какие-то простыни покупать на кушетке. Ничего не нужно. Просто большие полотенца, покупая большие, лучше темного цвета, потому что грязь на них меньше видна. Хотя мы их сдаем в химчистку, точнее в прачку, все равно со временем они становятся уже не свежими, если они белые. Можно более темного цвета полотенца взять. Такие полотенца хватает раз-два. Подушку у меня сделана из полотенца, из такого же под голову, когда клиент переворачивается на спину. Я ему кладу такую подушку из полотенца. При массаже лица она очень удобна. На процедуру уходят два полотенца, когда я накрываю клиента. В кабинете должно быть тепло, должно быть комфортно. Потому что мастеру удобнее работать, когда прохладно. Многие мастера задыхаются, потеют и конечно прохладно. Но я как клиент могу сказать, что не расслабляюсь, когда в кабинете прохладно. Можно постелить термоодеяло, включить термоодеяло на градусов 43-44. Такие одеяла стоят недорого, без сегментов, то есть руки, где голова, средняя часть тела и ноги отдельно не включаются. Такие одеяла самые дешевые, стоит 23 тысячи, может дешевле вы найдете. С сегментами одеяла стоят более дорого. То есть такой тоже момент. Положили клиента на термоодеяло, включили его, небольшую температуру. И клиенту тепло, приятно. И мастеру тоже комфортно работать в прохладном кабинете. То есть можно какие-то альтернативные методы находить. Хорошо бы, чтобы еще в массажном кабинете для выполнения обертываний, если мастер занимается, была душевая. Здесь она у нас есть, небольшая душевая кабина. Вот такой небольшой обзор по массажному кабинету. Валик обязательно должен быть для ног. Я предпочитаю большой, для того, чтобы уже был лимфодренаж, для того, чтобы ножки находились высоко и был уже отток лимфы. Если, друзья, вас заинтересовали кушетки, можете оставлять заявки на нашем сайте. До встречи!